Язык В руках таится масса открытий. И каждый может сделать выбор, какую мелодию будет играть душа. Музыка, как язык, может звучать непривычно, даже странно. Но если инструмент настроен искренне и задевает самые тонкие струны, то обязательно найдется трепетный слушатель. Многие говорят, иностранка, иностранка. Может им кажется, что я что-то делаю, как англичанка. Я обучаю английскому, это моя работа. И мне нравится все, что связано с Англией. Скажите, у вас там в Лондоне есть что-нибудь? Красный автобус, красно-телефонная будка, королева, Чарли Чаплин. Это все Англия. Абик, прям вот такое еще есть. Немножко другого плана. Ну Алмата это Алмата. Алмата это город, где я хотела жить, где я живу, где и буду жить. Это место несравнимое с Лондоном, конечно. С утра у меня суббота начинается как, ну не знаю, как праздничный день. Я по-другому выгляжу, чем обычные дни. Хоть это какой праздник, или, я не знаю, выходной, или еще что-то, они все равно придут. Пенсионеры, они обычные люди. Кто-то доктор, кто-то преподаватель немецкого, русского языка есть. Потому что у нас один раз в неделю всего занятия, поэтому мы это не пропускаем. Это рабочий день. Садимся. Так, имена свои разбираем, пока мы же не знаем кто. Так, Фатима. С одной стороны они как мои ученики ходят, с другой стороны как мои дети все ходят. Они очень такие наивные, очень маленькие. Как в садик они приходят, как в садиковские дети, можно сказать. Так, кому-то, да, сейчас буквы, может кому-то непонятно, алфавит, не умеем читать, ничего страшного. Потом мы потихоньку будем брать. Пока, как в детском садике, все повторяем. Они же буквы не знают, но повторяют, повторяют. Каждое мое движение они знают. Если я не так одела или не так выгляжу, они говорят, почему вы так это, сегодня грустно, или там еще-то говорят. Они всю жизнь видели, они сразу узнают человека. Есть психиатры у меня, психологи есть. Они сразу говорят, вам помочь, вам что-то не так. Они сразу понимают, что у меня настроение поменялось. Очень чувствительное. Язык между зубами. И быстро убираем. Thank you. Людмила говорит между T и D и Z и S. Thank you. Это глухой звук. Thank you. Thank you. Еще раз. Я была в Лондоне, и там заметила, что там очень много программ для пожилых людей. Что они живут не как здесь у нас. Они наслаждаются жизнью. У них жизнь начинается, что ли, в таком возрасте. Сначала я думала одну пенсионерку учить. Как благотворительное, и как бы испытать на себе, как это возможно или невозможно, чтобы она говорила на английском именно. Мне как раз копилку подарили. Я начала копить деньги туда на обучение этой бабушки. Объявление написала и повесила. Потом думала, кто придет вообще. И звонок сразу мне. Когда занять? А у меня не было еще графика, когда, что. Я говорю, у вас двое? А, двое, значит, в субботу, в десять приходите. Потом до субботы еще двое, трое позвонили. Сейчас три группы по 15 человек, 45. Бабушки, дедушки тоже есть. Юрий. Найс, май литл ю. Найс, май литл ю. Только что со мной познакомились. Найс. Ну что говоришь? Она только рада знакомству. Да. Хорошо. Я не говорю, она не сказала, что рада со мной. Она не рада пока. Можно сказать. Повторяю. У них, скажу, нулевой был уровень. Сейчас у них хороший элементарий уровень. Их цель поехать за границу у некоторых. У некоторых просто своим внукам, внучкам помочь домашнее делать. У некоторых просто для себя, для души. Просто куда-то надо ходить, развиваться и заниматься. 18, 19, 20. Очень хорошо. Как англичанин, да? Вот живой англичанин. Монитарь. Монитарь. То есть он... Староста. Староста. Он хочет быть старостой. Монитарь. Монитарь. Потом, после занятий, я уже замечаю, через месяц, два, три, у них уже начинаются изменения в характере. Так как они говорят на английском, у них есть привычки английские. Ну, они меняются в положительную сторону. Они становятся вежливыми, они становятся более открытыми. Сейчас быстро проходит. Очень быстро проходит время. Все равно они каждый раз приходят, много спрашивают, много информации. Я говорю, куда вы спешите? Мы это потом не спеша возьмем. Они говорят, нет, у нас же мало времени осталось, мы же должны побольше узнать от вас, взять от вас. Я говорю, не спешите. Они не хотят уходить, они не хотят бросить. Они говорят, куда теперь мы пойдем? Как мы теперь? Как будто бы я их бросаю на улицу зимой. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Не обязательно быть богатой, да? Чтобы делать благотворительность, заниматься. И не обязательно иметь большое количество времени. Сейчас это нормально. Даже пять минут или каждое одно слово сказанное. Это может быть благотворительность. И в детстве родители всегда учили, что надо помогать людям. У меня вот это осталось, и сейчас я рада, что я могу сейчас этим заниматься. Язык, как музыка, вдохновляет, радует, делает нас ближе друг к другу, объединяет, заставляет услышать главное, то, что не требует перевода и понятно каждому. Язык добра и любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok